Индекс МОС биржи. Глобальная ситуация выглядит так. То есть, во-первых, у нас есть нисходящий тренд, который мы еще не перебили. Во-вторых, подтверждением смены нисходящего тренда на восходящий будет выход выше уровня 2 900. В-третьих, мы видим, что под этим уровнем есть небольшая такая проторговка, если можно выразиться так по индексу. Далее есть импульсный выход вниз из этой проторговки. И теперь двоякая такая ситуация. Если индекс выходит ниже уровня 2 730, то продолжаем общий нисходящий тренд. Если же индекс вернется выше уровня 2 840, то можно сказать, что вот этот выход был ложным, и мы продолжим торговаться в этих рамках 2 800-2 900. Что как бы будет намекать о том, что есть предпосылки пробить вот этот уровень 2 900 и все-таки начать восходящий тренд. На что я и надеюсь. Также напомню, что каждый четверг в 19.00 по московскому времени у нас проходит открытый вебинар, где я делюсь секретами своей торговой системы. Мы вместе ищем интересные идеи по акциям. Рассматриваем бумаги, которые вас интересуют. Также я отвечаю на все ваши вопросы в прямом эфире. Плюс оперативные идеи и мысли по рынку в нашем телеграм-канале. Все ссылки смотрите в описании под видео. Совкомфлот. Под зоной 100 есть хорошая проторговка. Было несколько попыток выйти выше, но как видно цену сдерживали. В принципе сейчас есть импульсный пробой, но желательно, чтобы цена вышла выше уровня 103.5. Затем увидеть плавный откат, то есть ретест к уровню 98.5. То есть если увидим такую картину, то соответственно на откате к этому промежуточному уровню можно будет искать точку входа в лонг со стопом от 3%. И целями движения к уровню 109-115. До этого момента на ожиданиях заходить в сделку не советую, потому что может размотать. ДВМП уже не раз обсуждали эту ситуацию и в принципе здесь без изменений. То есть после пробоя зоны 58 цена упала почти на 30%, даже по-моему чуть побольше. Затем был такой неспешный откат наверх. Но я считаю, что это поиски верхней границы нового диапазона, в которой цена и будет торговаться в последующее время. На данный момент нет никаких предпосылок для входа в лонг или в шорт. Потому что, еще раз повторюсь, цена ищет какой-то диапазон, в котором будет набираться новая позиция и от чего можно будет оттолкнуться впоследствии. Роснефть. Есть пробой уровня 495 с хорошим выходом наверх. Под этим уровнем есть небольшая проторговка 490-475. Поэтому теперь по нашему паттерну на плавном откате к промежуточному уровню 481 можно будет искать точку входа в лонг. Стоп от 2,5%. Цель движения обновления зоны 540. Напомню, что диапазон для входа определяется от промежуточного уровня. То есть, это не одна точка входа, тик-в-тик от уровня. Это диапазон цен, на которых можно выставлять заявки на покупку. Но таким образом, чтобы стоп был около 2,5%. Как это все рассчитывается, я объясняю отдельно. Россети. Были три попытки выйти выше и закрепиться над уровнем 0,88. Но, как видно, они не увенчались успехом. Закономерная реакция на это – это откат вниз. Локально цена торгуется в диапазоне 0,74 и 0,88 соответственно. В текущей ситуации никаких предпосылок, то есть заходить ни в лонг, ни в шорт пока нет. Почему? Потому что некуда будет поставить стоп. И опять же может размотать в этом случае. Headhunter. Есть импульсный выход из боковика 3750-4070. Теперь следим за откатом к промежуточному уровню 3900 и, возможно, 3800. Стоп получается очень большой, поэтому если здесь и отыгрывать эту идею, то с минимальным объемом. Цель движения – это уровень 4750. ММК. 17 октября будет закрытие реестра с дивгэпом почти 6%. Поэтому на данный момент от каких-либо действий здесь стоит сдержаться. О покупках будем думать после импульсного пробоя зоны 46. SFI. Бумага находится в нисходящем тренде. Однако локально я бы сказал, что она в свободном полете. Почему? Потому что торгуется в рамках не просто боковика, а боковища такого, да? В диапазоне 1070-1560. Белыми кружками обозначил его границы. Причем допускаю снижение до уровня 1000. В моей системе предпосылок для покупок сейчас нет. Ну, как бы, смысл. Во-первых, нет основания, от чего можно было бы оттолкнуться. Во-вторых, неизвестно, сколько еще бумага проторгуется вот в этих обозначенных рамках. То есть, где бы вы здесь ни зашли, ни купили, ни продали, да? Размотать может в любом случае. Опять же, повторюсь, нужно основание. О трендовом движении, когда спокойно можно покупать бумагу, да? И сидеть в ней, не переживая на то, что мы будем вот в этом большом таком боковике ходить. Я бы говорил, после выхода из закрепления выше уровня 1560. Конечно, можно спекулировать внутри вот этого большого боковика. Но, гоняясь как бы за сиюминутной выгодой, вы рискуете потерять больше, чем приобретете. Стоит это учитывать. Сбербанк. Были надежды на то, что движение вверх разобьется. Но, увы. На данный момент обозначил диапазон 250-275. И о продолжении восходящего тренда, я бы говорил, после выхода выше уровня 280. То есть, до тех пор, возможно, болтанка вот в этом обозначенном диапазоне. Газпром. Как и говорил в прошлом обзоре, Газпром разматывает всех. И спокойно может развернуться, да? И снова потянуть всех на дно. Что теперь? Кроме спекулятивной идей на отскок от уровня 122, здесь никаких идей нет. Фикс прайс. Эту сделку обсуждали в четверг на открытом вебинаре. После импульсного выхода из боковика 183-195 цена на плавном откате вернулась на ретест к промежуточному уровню 185. Откуда и входил в лонг со стопом от 3%. Здесь долго высиживать не буду, так как на таком рынке надо брать то, что дают. В моменте уже там около 6% было. Поэтому на всякий случай, конечно, маленькую часть позиции оставлю на продолжение движения наверх, но большую закрою. То есть, не стоит здесь высиживать, как раньше, да? Потому что у нас глобально пока нисходящее движение. О именно высиживании такой сильной позиции можно будет говорить после выхода как раз-таки высшей уровней 208-213. ВВК. Как и в Сберии, здесь тоже была попытка развить восходящее движение, но, к сожалению, ни к чему она не привела. Сейчас очевидно, что цена болтается в диапазоне 318-380. И опять же, да, предпосылок для каких-либо действий нет. Селегдар. 11 октября будет закрытие реестра с див-гэпом в почти 7%. Конечно, идея здесь не совсем по правилам, но можно попробовать поймать падающие ножи от уровня 53 со стопом от 2%. Цель движения в этом случае будет закрытие див-гэпа, да, и обновление уровня 60. Магнит. На новостях о том, что Магнит продлил договор репа на пакет акций до октября 2025 года, цена упала более чем на 13%. И тут я обращаю ваше внимание на рост, который был до этого, да, то есть мы видим сильное движение без проторговок. А это всегда говорит о том, что цена вернется туда, откуда началось это движение. В данном случае это уровни 4700 и 5000 соответственно. На данный момент я бы воздержался от каких-либо действий по бумаге. Надо дать выдохнуть, да, и дождаться хорошей горизонтальной проторговки, от которой можно будет дальше работать. То есть пусть эмоции немножко поулягутся, про бумагу немного забудут, и тогда мы посмотрим, что здесь можно будет сделать. Софтлайн. Трендового движения здесь нет, цена хаотично болтается в диапазоне 130-158. Даже не хаотично, а постепенно, да, сползает к нижней границе этого диапазона. По паттерну ждем, когда цена подойдет к одной из границ, в данном случае к нижней, образует боковик от него, и будем работать. Причем как в лонг, да, с целью обновления зоны 158, так и вниз на продолжение нисходящего такого тренда. И ЮГК. Идет борьба за уровень ретеста 0.7. Вот, если цена закрепится над ним, да, то, скорее всего, нас ждет боковик в диапазоне 0.8, соответственно, 0.7. Лонговую идею, кстати, здесь я давал 20 сентября, то есть после импульсного выхода наверх, на ретесте как раз-таки к этому промежуточному уровню. И за день можно было взять 11%. Если же цена выйдет ниже локального минимума, то есть ниже вот этой проторговки, да, получается уровень 0.69, то, соответственно, пойдем дальше вниз. Вплоть, скорее всего, до уровня 0.54. То есть обновить ближайший минимальный экстремум. Продолжение следует...